Мароша! Марош! Ты где? Иди сюда, Марош. Я тебя вижу. Ой. Идём, распаковочка. Посылочка ещё одна от Ирины из Минска. Их тут, на самом деле, две части. Вот. В одну всё не влезло. Одна очень тяжёлая. 25 килограмм, по-моему. Я боюсь смотреть, что там. А, нет, не 25, вру. 15. 15. 25, это, наверное, с растениями была. Так, смотрим, Марош. Ты спала, что ли? Я тоже спать хочу. Ого! Сколько тут всего! Так, это письмо. Всё так упаковано, что... Одной рукой не распаковать. Ники Артёму, Савиный долл. От Ирины. Да, Марош? Только не писай, пожалуйста, туда. А то ты сейчас придумаешь. Ты просто села, я надеюсь? Я уже боюсь. Ой, какое письмо большое. Привет из Минска. Здравствуйте, Ника, Артём и все жители Савиного долла. Немножко гостинцев из Беларуси в посылке. То, что не получилось вместить в прошлую посылку. Ника и Артём, спасибо вам за интересные и познавательные, порой смешные сюжеты из жизни ваших питомцев и всего Савиного долла. Успехов вам во всех ваших делах. Пусть все задуманное осуществится, всё задуманное осуществится и исполнится. Не болейте и всего самого доброго. Ирина Безрукова, город Минск, Беларусь. Октябрь, 23-й год. Спасибо большое Ирине. Вот, сейчас мы посмотрим. Я что-то не буду распаковывать. Вот это кормилица микориза. Это для растений. У меня такая была. Я вот буквально вчера пакет последний высыпала. Так, это морожки. Там вкусняшки грузины. Я в морожки ушла, да? Так, это Бонни. Сейчас надо нам складывать в разные места. Это конфетки Артёму. Вкус виски кола. Конфеты Спартак. Понятно. Так, это жёлуди. Целый пакет. Тут тяжёлые такие. Там пакет желудей. Прям удивительно тяжёлые. Ирине Александровне пакетик. Конфетки. Это... А это кокосовый субстрат. Его размачивают в кипятке. И потом можно для растений, для террариумов использовать. Хорошо тюльпаны сажать рядом с нарциссами. Ну, кокосовый торф. Это для растений. Так, это... Карий-весик консервы. Такое тяжёлое всё. Не боюсь представить, сколько стоила отправка всего этого. Так. А, это высокие горшочки. У них хорошо луковицы лилий сажать. Это пакетик с керамзитом. Дренаж. Так. Лилия Анастасия. Здесь луковицы, наверное. Не сажайте лилии рядом с тюльпанами. На третий год вырастет 2-2 метра с половиной. Требует опоры. Подвязать к шпалере. Сажайте желательно в защищённом от ветра месте. А, у нас нет таких мест, защищённых от ветра. Так, это я потом посмотрю, там луковицы должно быть. Тебе удобно, кошник? Сейчас я тебе открою. Открою. Это кубику. Консервочки. Кубику. Так. Это у нас что? Так. Тут Ирина Александровна и Маша для избушки в сковоречнике, чтобы было красиво. Тут вот корзиночки ещё вот так были. Я их пока отставлю, потом в пакет обратно положу. Потом луковички. Смотрите, в общем. Выходицы цветов. Ой. Так. Прилипло. Я его пока вот так отодвину. Сейчас буду опять это распаковывать. Здесь бальзам. Мастер трав. Краутер мейстер. Я знаю. Егер мейстер. Так. Здесь было вот написано. Лечебные бальзамники Артёма на случай, если приболели. Выздоравливайте. Спасибо большое. Тяжелее оно тоже булькает громко. Так. Там что-то ещё. Баночка вишнёвого варенья. С косточкой. Оно такое густое. Классно. Потому что у меня варить почему-то вишнёвое варенье густым не получается. Оно у меня жиденькое. Так что сироп даже отдельно получается. Тебе удобно, Кош? Ты чё, как кубик теперь стала? Жопонько сверху, лапки снизу. Уже почти тебе открыли место в коробочке. Да? А что лапами? Лапами своими. Давай, я стараюсь побыстрее. Ой. Опять две руки надо. Так. Тут ещё горшочки. Ещё керамзит. И... Ой, это рябчик. Я его по запаху сразу узнала. Как-то это уже очень поздно. Уже ноябрь. А он может не укоренить, не успеть. Тюльпаны. Многоцветковый. Луковички. Ещё один. То есть ещё два. Морожки там нормально? Ты опять сову пошла подманивать? Так, ещё тюльпаны. Это... Такие средней высоты. Ещё тюльпаны. Ботанический пиноккио. Это ботанические вот это, которые можно не выкапывать. И высота 20 см. Здорово. Странно, я думала, ботанических маленькие луковки. Я посадила уже. Так, это... Тюльпаны бахромчики. Три луковки. Пахнет, да, Морожь, чесночком? Рябочки очень пахнут так. И тюльпаны лилии видны. Вот. И горшочки для... Как раз для луковиц лилий. Да, Морожь? Так, сейчас я следующую буду открывать. И ещё пара горшочков и луковиц. Очень, по-моему, много. Так, тюльпан. Ещё красивый розовый. Прям... Вообще так, это всякое лекарство для растений. Максим, это луковицы замачивать. Тоже как раз ещё тюльпаны. Махровый ранний. Так. Гиацинты голубые. Три луковицы. У меня, кстати, гиацинты, которые я сажала в прошлом году. Они вот цвели весной. Сейчас зацветают снова. Это вот из-за погоды. Сегодня прям видела. Ой, какие красивые нарциссы. Люблю нарциссы к тюльпанам. Я так... Вот из-за того, что они быстро как-то пропадают, вырождаются, я к ним отношусь с такой опаской. Мне они нравятся, но я не умею за ними ухаживать. А вот нарциссы, они более... А ещё нарциссы мыши не едят, а тюльпаны мыши едят. Вот, ой, какие классные нарциссы. Интересные. Ещё нарцисс махровый. Надеюсь, завтра дождя не будет. Надо это будет всё сажать. Нарцисс ботанический. Вот это вообще классная. Высоту всего 20 сантиметров. Так, ещё нарцисс. Большой какой-то махровый. Хорош, давай я выну. Вот, садись. Нет? Не хочешь там сидеть? Ты так проверяешь, нет ли чего ты? О, вот ещё ботанический. Очень классный. Маленькие локовки, маленькие цветочки. Ой, какой красивый. Скарлетджем. Ароматный нарисован. И... А что это? Три... Три... А, Трителия. А как это вообще? Что с этим делать? А здесь даже инструкция есть. Зимостойка высокая. Цветёт с мая по июль. Лёгкий аромат. Глубина посадки 8-10 сантиметров. В сентябре по декабрь. На зиму укрывает торфом или мальчирует листвой. Высаживает группами. Также для горшечного выращивания хорошо. Для альпийских горок. Интересно, никогда не видела такого. Посадим. Так. С этой коробочкой всё. Очень круто. Спасибо. Так, синенький пакетик был вот этот. Сейчас вот эти упаковочки. Буду открывать ту коробочку. Да, Марош? Тебе коробка надо? Нет пока? Ну ладно. Так. Это вот вторая коробочка. Это, я так понимаю, тот самый укрылной материал. Здесь тоже написано. Для укрытия растения. От заморозков. Зайцев. Морзобоин. Солнечных ожогов. Это спамбонд, наверное. Вот. У меня чёрный есть. Так. Это... Я, конечно, ногами, видимо, открыла коробку. Конфеты. Конфеты. Сейчас откроем. А, они не открываются. Конфеты из Белоруссии для всех. Отлично. Спасибо. Так. Нике и Артёму. Это... Желейные конфетки. И там мармелад, наверное. Так. Спасибо. И... А, ну и всё. Это было вот то, что не влезло в эту коробочку. Вот. Спасибо огромное Ирине. Прямо такое богатство. Вот целые ведра луковиц. Вот. С этим надо будет разбираться. Я, конечно, это всё часть Ирине Александровне отдам. То есть, вот здесь для них тоже. Вот она. В этом. С корзинками. И там куча луковичек. Вот. Прямо вообще. И горшки тоже. Ну, вообще, вот эти высокие, они для лилий больше подходят. Для тюльпанов у меня широкие горшки есть. Корзинки. Предложу. Ну, то есть, вот есть Ирина Александровна в нефте. Я пока ничего не посадила, которые в прошлой посылке были. Потому что они широкие и плоские. А я глубоко луковицы сажаю. Так это... В горшках пока удобнее. Тем более горшков вот у меня... Коль Толя мне вручил бэушные старые горшки. Они очень удобные. Вот. А вот для лилии это, да, это здорово. Мароша. Такая... Я уже всё, да? Ну, спасибо огромное Ирине. Очень-очень приятно. Привет ей большой. Привет ей большой. Следую. Спасибо!